Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Одной из главных традиций Рязанского радиотехнического университета является движение звездных отрядов, которые ежегодно отправляются в деревни и села, чтобы помочь ветеранам. Активная молодежь готова на все – починить старенький телевизор, поправить покосившуюся крышу, оказать психологическую помощь. На днях очередная смена вернулась в стены родного вуза. Сегодня у нас в гостях ректор РГРТУ Виктор Гуров. В этом году мы провожали своих звездников, вернее, звездников всего региона в 43-й раз. В этом году мы проводили 7 звездных отрядов, это порядка 150 человек. Ну и вот по первым впечатлениям, которые, так сказать, до меня дошли, все вернулись живые и здоровые, посетили 6-7 районов, свыше 30 населенных пунктов, провели огромное количество мероприятий. Ну и, конечно, основное направление работы звездных отрядов в этом году – это 70-летие Великой Победы. Ребята к этому готовились. Они практически в течение последних 3-4 месяцев проводили акции, как внутри вуза, так и в городе, собирали и гуманитарную помощь, собирали технику, собирали, проводили конкурсы детских рисунков и писем ветеранов войны. И поэтому они выходили на маршрут не с пустыми руками, а провели около 100 встреч с ветеранами войны, вручили им детские рисунки, подарки, 20 комплектов компьютерной техники, которую они собрали своими собственными руками на пожертвования жителей города Рязани. А что люди вообще говорят? Они действительно встречают как-то, они о чем-то просят, они на что-то обращают внимание? Именно так и происходит. Я традиционно, как руководитель вуза, стараюсь выехать на маршрут звездных отрядов. Вот в этом году я посетил два отряда, два района. Был в Александровском районе и в Кораблинском районе. И встречался и с ребятами, и, собственно говоря, с представителями администрации, со школьной администрацией, где они размещались. Посмотрел их мероприятия, концерты. И побеседовал в такой неформальной обстановке. Поэтому просьбы самые различные. От ремонта радиоаппаратуры, от настройки аппаратуры в школе, до реальной помощи, скажем, мне очень приятно, что несколько таких значимых дел, как ремонт дома. В Шиловском районе мы помогли ветерану газифицировать свой дом. Как-то там не очень получалось. Но надо отдать должность, что руководство района очень откликнулось. И прямо это было сделано в считанные дни. Дочь этого ветерана прислала благодарственное письмо. Естественно, район тоже, власть, районной власти поблагодарили. А ребята чувствуют как бы свою нужность, потому что это один из примеров. Поэтому всякие ситуации жизненные бывают. Но, конечно... Не привозят летописи, то, что потом станет историей? Сейчас ветераны уже достаточно пожилые люди. Им сложно ходить в школу, чтобы рассказывать о том, как они жили в 40-е годы. Они документируют их рассказы, фотографируют, записывают на видеопленку. И потом сдают это на хранение так, как положено. Пополняют архивы Рязанской области. В преддверии Дня Победы будут ли какие-то мероприятия особые с силами ваших студентов? Да. Мы уже создали праздничную комиссию. Разрабатывается план мероприятий. Я могу сказать, что большая часть этого плана, она как раз будет выполняться ребятами из звездных отрядов. Есть законченные композиции, посвященные теме Великой Отечественной войны. И вот мы лучшие, так сказать, вот эти представления намерены показать в целом ряде школ города Рязани. И уже такая договоренность имеется, по-моему, в шести школах мы это будем делать. У нас есть студенческий театр и несколько постановок, связанных вот с военной тематикой. Мы тоже уже выезжали в прошлом году. И я думаю, что мы сейчас это продолжим. Ну, наверное, благодаря такой активной деятельности ВУЗ и вошел в сотню лучших. На каком вы месте? Да, по версии Европейской научно-промышленной палаты опубликован рейтинг лучших ВУЗов России, сотни лучших ВУЗов России. Мы на 78-м месте. Оценка шла по трем категориям А, Б и Ц. Вот мы в категории Б, такие устойчивые, хорошие середняки. Оценивалась наша образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность и роли места ВУЗа в регионе. То есть, отношение, востребованность наших выпускников, отношение к нам работодателей, трудоустройство. С которыми вы постоянно поддерживаете отношения. Об этом тоже давайте поговорим буквально пару слов. Да, у нас очень хорошие связи с рязанскими предприятиями, предприятиями региона и близлежащих регионов. Поэтому мы регулярно проводим какие-то семинары, обмены мнениями, как лучше готовить, что для этого сделать. И вот могу сказать, что на ближайшие дни, 26 февраля, мы проводим очередной научно-практический семинар взаимодействия ВУЗа, университета и работодателей в плане подготовки, качественной подготовки магистров, аспирантов. Если раньше была МОНа подготовка, мы получили на входе абитуриента, и выпускаем его готовым специалистом, всецело отвечая за эту подготовку. То при уровневой подготовке мы готовим как бы в несколько этапов. Четыре года отучили, мы выпускаем с дипломом высшего профессионального образования бакалавра. Для того, чтобы он стал специалистом высшей квалификации, он должен еще раз поступить, но уже на магистерский уровень, проучиться еще два года и стать уже специалистом, разработчиком новой техники, технологий. И если раньше ВУЗ, собственно говоря, в контакте с предприятиями достаточно легко обеспечивал подготовку специалистов, она была моноподготовка, то вот этот вот разрыв между выпуском бакалавра и набором в магистратуру – это принципиальное новшество в системе образования. Потому что число магистров по отношению к числу выпускников бакалавриата – это примерно 20%. Поэтому не каждый выпускник бакалавриата поступит на магистерский уровень, но речь идет о бюджетных местах. И поэтому здесь наша задача отобрать не просто лучших, а тех, кто найдет свое применение на промышленных предприятиях. Поскольку магистров принципиально много меньше, чем бакалавров, бакалавров – это уже штучный товар, штучная подготовка. И здесь уже без тесного контакта с работодателями нам просто не обойтись. Сейчас немножко отвлеченный вопрос. Много ли у вас девушек, которые справляются со всеми этими сложными задачами? И им это нравится самое главное? Да. Ну, я могу сказать, что у нас примерно 60% ребят из наших студентов и 40% девушек. Это очень неплохо для вашего вызова. Да, да. И поэтому вот те внеучебные мероприятия, которые у нас проводятся, они поэтому так сбалансированы и интересны. У нас полноценная, так сказать, полноценная художественная самодеятельность. У нас, вы знаете, проходит там Мисс Радио Вселенная и Радио Мэн конкурсы, так сказать. Удали и красоты наших студентов. В звездные отряды, то же самое, половина ребят, половина девушек. То есть у нас в этом плане, да, очень удачно сбалансированный вуз. Что бы вы сказали студентам, которые не очень понимают, в чем плюсы студенческой жизни, сколько от нее можно взять положительного, полезного и интересного? Ну, здесь я, наверное, бы сказал так. Так, вот все те ребята, которые активно занимались, обучаясь в институте, внеучебной деятельностью, художественной самодеятельностью, спортом, активно ездили в стройотряды, в звездные походы, то есть приобретали навыки вот такой вот организационной работы, как правило, они достигли достаточно больших высот вот в своем профессиональном движении. То есть они стали не просто хорошими специалистами, они еще и стали хорошими и крупными руководителями. Если, скажем, взять историю наших строительных отрядов, а я напомню, что официальная дата рождения строительных отрядов – это 59-й год, а первый строительный отряд из нашего университета, ну, тогда еще радиотехнического института, уехал уже на Целину в 56-м году, поэтому у нас богатейшая, так сказать, традиция. И Нина Дмитриевна Белышева, она долгое время была заместителем декана факультета электроники, участница практически всех строительных отрядов на протяжении нескольких десятилетий, она выпустила книгу несколько лет назад, она хорошо, богато иллюстрирована, и если посмотреть ее, полистать, то все люди, которые вот на уровне области, я уж не говорю, так сказать, на уровне руководства университета, все они прошли не просто через движение студенческих отрядов, а они были либо комиссарами, либо командирами студенческих отрядов. Вот эти навыки, они им пригодились, поэтому, конечно, мое пожелание студентам, что не учеба единый, жив человек, что учеба, конечно, это главное, но нужно использовать возможности вуза, в частности, я говорю, про свой вуз, и себя попытаться реализовать, либо в спорте, либо в художественной самодеятельности, либо в научной деятельности, потому что тогда, когда вы выйдете, ну, как бы уже в большую профессиональную жизнь, эти навыки, они пригодятся. По-моему, прекрасный стимул, хорошая точка в нашей беседе, спасибо вам за нее. Это была программа подробностей, оставайтесь с нами, до новых встреч в эфире.